Аллилуйя! Аллилуйя! Я приветствую всех драгоценных, кто присоединился к нам через прямую трансляцию, но через... в общем, там, где вы вместе, там, где вы есть, пусть Бог вас благословит, и так здорово, что мы вместе здесь. Аминь, аминь, аминь. Сегодня мы переживаем особенное присутствие Божье здесь, и я надеюсь, что вы переживаете то же самое там, где вы находитесь. И не в наших усилиях дела, и не в наших способностях и особенностях, я уверен, что это то, что делает Бог. Он избрал в это время проявляться особенным образом. И когда мы сейчас прославляли Бога, я переживал необыкновенное присутствие власти Божьей. Мне хотелось говорить, Бог, Ты достоин принять. Точно так же, как те замечательные люди, которые уже на небесах, в книге Откровения мы про них читаем, и они поют эту песню, удивительную песню. Ты один достоин принять. И они перечисляют все, абсолютно все, самое драгоценное, что только можно перечислить. И говорят, Ты, Ты достоин этим распоряжаться. Ты, Господь, принимай. Ты распоряжайся этим в нашей жизни. Это удивительно. Это слава Господу за то, что Он нас избрал и открывает нам это. Дорогие, я думаю, что в это время Бог будет открывать несравненно больше. Я думаю, что Он будет давать нам переживания особенные личностные с Ним несравненно больше, чем до этого времени. И я не знаю, насколько вы ощущаете, что мы перешли уже в совершенно новое время, то, которого раньше никогда не было. Не знаю, ощущаете вы это или нет, и насколько ощущаете, но я должен сказать, что времена на этой земле бывают разные. И Бог пишет историю, историю человечества. Конечно, есть особенные события какие-то, которые впечатляют людей. Ну, например, в космос, значит, первый человек когда-то полетел, и это просто, конечно, всех впечатляет. Или какое-то открытие сделал какой-то человек. Мы восхищаемся его умом, талантом. Но при всем при этом есть особенные повороты в этой истории, которые обозначены Богом. Они обозначены и зафиксированы на страницах Священного Писания. И нам надо это видеть. Ни для кого не секрет сегодня, что было время Ветхого Завета. Это было особенное, конечно, время до того, как Иисус Христос пришел на эту землю. И мы читаем о тех событиях, которые там происходили, как Бог действовал. Мы, думаю, не все даже понимаем, что там тогда происходило. Но потом сменилось время, а пришел Сын Божий. И это было просто неповторимое время. Вы только подумайте. Ученики Иисуса Христа могли просто толкнуть Его в Бог, Бога. Бога, который пришел как человек на эту землю. И он, бывало, уставал. И когда он спал, например, вот тот случай, который мы знаем, он спал на лодке во время шторма, когда так сильно утомился. Ученики могли подойти, толкать Его в Бог и говорить, «Учитель, проснись, тебе чего? Дела до нас нет, что ли, погибаем?» И это удивительно неповторимое время. Такого никогда уже не будет. Хотя, хотя, я думаю, в конце этой проповеди вы поймете, что у нас тоже, возможно, появится такая возможность однажды потолкать Иисуса в Бог и быть с Ним в этих особенных отношениях. И мы знаем, что после того, когда Иисус оставил эту землю, началось тоже неповторимое особенное время. Время, которое мы называем время Церкви. Когда Дух Божий сошел на эту землю, сошел на очищенные кровью Иисуса сердца учеников, которые ожидали Его. Он пришел, и началось время Церкви, которое, впрочем, продолжается до сего дня. Особенное время Церкви. Время, которое длится уже больше, чем две тысячи лет. И в это время тоже были особенные времена, лучшие, сложные времена. Разные времена были. И знаете ли вы, что это время тоже однажды закончится? И у меня такое ощущение, что оно закончится уже очень скоро. И, возможно, оно уже начало заканчиваться. И это тоже особенное время, которое называется Суды Божьи. Мы живем, я думаю, все еще в том времени, которое апостол Павел назвал благоприятным. Он говорит, день Господень, время благоприятное, время сейчас удивительное, когда Слово Божье просто распространяется по всей земле. И мы привыкли к этому времени. И мы, возможно, даже не думаем, что оно тоже должно закончиться. И на его смену придет совершенно новое время. Мы привыкли, когда можем собрать какие-то площадки, когда, допустим, могли собираться в ДК «Прогресс», собрать большое количество людей или в каком-то другом месте, помещении, когда могли делать евангелизации, мечтали даже о том, чтобы собрать стадионы. И было такое время в истории, когда собирались в стадионы, и мы проповедовали, и сила Божья сходила просто невероятным образом на людей. Люди поднимались с колясок, бросали свои костыли, прозревали. Это было массовое. Не от того, что они это заслужили, что-то поняли. Они просто слушались открытыми сердцами проповедника. И проповедник иногда достаточно было, чтобы махнул рукой или дунул. И просто Дух Святой совершал невероятную работу в этих массах. Время благоприятное. Время, когда Слово Божие беспрепятственно практически. Конечно, в каком-то месте больше, в каком-то меньше, но в основном беспрепятственно распространялось по всей земле. Дорогие, я хочу вам сказать, что мы приблизились вплотную к тому времени, которое называется «Время судов Божьих». Время судов Божьих. И я вам хочу прочитать несколько мест Писаний, потому что Библия очень много говорит об этом времени. Библия неоднократно говорит не просто об этом времени, а говорит, выделяя конкретные временные сроки, ограничения для этого времени. Итак, что же Библия говорит нам об этом? Я должен сказать, что она начала говорить еще через пророков. Пророки говорили об этом времени. Потом сам Иисус Христос говорил, предупреждая нас, что мы войдем в это особенное время. А после Иисуса Христа апостолы, они тоже вторили пророкам и Иисусу и повторяли, что мы наступят времена очень непростые. И, наконец, самая последняя книга, книга «Откровение». Она практически полностью говорит об этих временах, об этом последнем непростом времени. Итак, что же она говорит? Я хочу вас обрадовать. Первое, что Библия говорит об этом времени, что оно будет коротким. Оно не будет длиться тысячелетиями, как, допустим, длилось время церкви. Оно не будет длиться даже столетиями, даже десятилетиями. Выделяется Богом время для судов Божьих. Семь лет. Вы скажете, не может быть. Неужели? Мы привыкли, что времена Божьи, периоды в Божьей истории, они длятся тысячелетиями, порой столетиями. Но как? Неужели? На самом деле мы приближаемся к тому времени, перед тем, как придет Иисус Христос на эту землю, и это время ограничено рамками в семь лет? Я хочу вам сказать, что это на самом деле так. И когда вы осознаете это, я думаю, что оно станет для вас ближе и понятнее. Итак, я хочу прочитать первое местописание, которое об этом говорит. Книга Даниила, 9 глава, 27 стих. И утвердит завет для многих одна седьмина. Седьмина – это значит семь лет. А в половине седьмины, то есть через три с половиной года, прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища, то есть речь идет о Иерусалимском храме, будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Итак, в этом стихе, в этих стихах достаточно концентрированно Бог передает те события, которые будут происходить через своего пророка. Пророк Даниил был, конечно, удивительным. Он жил во времена разных царей, цари сменялись, а он оставался при дворе. Так вот, и в этом случае он находился при дворе, и он стал размышлять. Он открывал книги Святого Писания, и он стал размышлять. Они тогда находились в Вавиломском плену уже 70 лет, и он стал размышлять. Когда же это закончится? Он верил, что Бог говорил об этом в Святом Писании. Он стал думать. Знаете, в это время евреи, думаю, поступали по-разному. Кто-то плакался на свою судьбу, кто-то уже не верил, что вообще когда-нибудь это закончится. Кто-то, у кого-то опустились руки, кто-то поклонился уже этим идолам, значит, или всяким проблемам, которые там находились в то время. Но этот человек стал вникать в Священное Писание и искать ответов именно там. И в это время, когда он стал искать, когда он взыскал Бога и спрашивал Господи, что происходит, что будет дальше, он обнаружил, что, оказывается, через 70 лет Бог выведет свой народ из этого рабства. Он взмолился к Богу, Господи, открой мне, как это все должно быть? Господи, Ты говорил, он стал напоминать Богу Его Слово, что Ты обещал, это время закончится, Ты выведешь нас из этого рабства. И прилетает Архангел Гавриил. Потрясающе. И он начинает разговаривать с этим человеком. И он начинает раскрывать ему то, что будет. И более того, он начинает говорить ему то, что будет дальше и дальше, и даже до последнего времени. Итак, пророк Даниил слушает, это вряд ли понимает, там дальше написано, что он, конечно, не все понимает, он задает наивные такие простые вопросы, Господи, как и что, после чего потом ангел ему сказал, иди уже, Даниил, все уже, все, что я тебе мог сказать, все, что ты мог понять в это время, я тебе уже все дал, все остальное, написано сокрыто, до последнего времени. Дорогие братья и сестры, я верю, что мы живем в это время, когда тайна Божья, все будет больше и больше раскрываться в наше время, в жизни нашей, в жизни наших детей, я верю, что эта книга под названием «Откровение», которая многие годы, десятилетия, столетия, многие, да, и тысячелетия даже, оставалась какой-то закрытой, непонятной книгой. Я верю, что для нас в это время это будет самая читаемая книга, это будет самая понятная книга, это будет самая открытая книга, потому что она говорит о нас с вами, она вдохновляет нас, она снаряжает нас, она готовит нас к этому времени. Я вам должен сказать еще такой факт, что ни о каком времени в истории человечества не было так подробно сказано и не было так конкретно обозначено время, сколько будет продлеваться этот период. Итак, я хочу вам прочитать еще несколько мест Писания, которые на самом деле намного больше, которые говорят об этом. Книга Откровения, 11 глава, со 2 по 4 стих. «И внешний двор храма исключи, говорит Иисус Иоанну, которому показывает это откровение, и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут подпирать святой город 42 месяца». 42 месяца. 42 месяца – это 3,5 года. Учитывая, что еврейский год длится 360 дней, в среднем 30 дней в месяце, вы можете легко посчитать и разделить 42 месяца на 12, у вас получится 3,5 года. Точно об этом же говорит пророк Даниил, говорил еще задолго-задолго, даже до рождения Иисуса Христа, и он говорит, что утвердит завет одна седьмина, а потом выделяет, а в половине седьмины, то есть через 3,5 года, прекратится жертва, произойдут какие-то перемены, что-то изменится, и в результате, в конце этих 3,5 лет придет окончательное поражение этого опустошителя и так далее. Это то, что Бог мог открыть Даниилу тогда. И здесь, в книге Откровения, мы читаем то же самое. Дальше, 3 стих. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней». 1260 дней разделите на 30, разделите на 12, у вас получится 3,5 года. Будут стоять какие-то два помазанных мужа Божьих и будут пророчествовать. И они будут пророчествовать 1260 дней. Будут обличены во вретище. Это суть. Две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Не хватит сегодня времени, чтобы подробнее о них поговорить. Вы можете посчитать об этом дальше. Я думаю, вам будет очень интересно. А я скажу вам следующее местописание. Книга Откровения, 12 глава, 6 стих. «А жена убежала в пустыню». Иоанн видит видение. И здесь речь об остатке Израиля, о тех евреях, которые останутся в это время. Бог их называет женой, свой народ, таким образом. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Опять мы видим именно эту цифру, именно ровно 3,5 года, о которых Бог говорил и предупреждал еще через Иисус Христос, говорил об этом. Он говорит, когда увидите мерзость запустения, когда увидите, все это начинает происходить, Он говорил своему народу. Он говорит, оставьте. Если вы оказались на поле и увидели, услышали об этом, что это происходит в Иерусалиме, бросьте все, бегите в пустыню, бегите. Об этом же говорит Откровение, 12 глава. И здесь речь о народе израильском, о том, что им надо будет убежать просто в пустыню, и Бог обещает, что Он позаботится о них именно там, в этой пустыне, сверхъестественно. Тоже можете почитать эту 12 главу, и вам будет понятнее и интереснее. «Чтобы питали ее там 1260 дней». Откровение, 13 глава, 5 стих. «И даны были ему уста говорящие гордо и богохульно, речь о звере, о представителе сатаны. И дана ему власть действовать 42 месяца». 42 месяца, мы уже понимаем, это 3,5 года. Драгоценное, смотрите в книгу Откровения. Она будет открываться нам больше и больше. Вообще-то, ее название отличается от всех остальных книг. Ее название говорит, что что-то Бог хочет открыть. Он говорит об этом периоде, в который мы, по всей видимости, уже вступаем. Он говорит о нем так подробно. Он позаботился о том, чтобы обозначить временные рамки для этого периода, потому что он будет очень непростой. То, что мы видим сегодня происходит, это просто цветочки, это просто предвестники того, что будет происходить. Писание говорит, что это время будет очень непростым. Мы знаем, что на земле было много непростых времен. Иногда люди размышляют и говорят, да это и раньше было, да это и в других поколениях было. То, что будет происходить в последнее время, то, о чем Бог позаботился, чтобы ограничить это временными рамками, причем недолгими, семь лет, это особенное время. Дорогие, изучайте книгу Откровения и особенно выделяется в этих семи годах именно последние три с половиной лет. Вы скажете, интересно, почему? А давайте обратимся опять в книгу Откровения и мы стали изучать ее. Мы в последнее время всей церковью изучаем ее. Я просто рекомендую вам, чтобы вы присоединялись к нашему разбору слова, потому что там так ясно показано, что сначала Иисус обращается к церкви своей. И Писание говорит, что время начаться суду с Дома Божьего. На самом деле, там очень нелестные иногда слова с уст Иисуса Христа мы слышим. Он корректирует свою церковь, Он обличает ее, Он вдохновляет ее. И так Он обращается к церкви в самом начале этой книги Откровения. Следующее, то, что мы видим, Бог показывает нам то, что будет, как бы возносит нас на небеса и показывает, что там происходит. И мы видим, что первое, что Он хотел, чтобы мы знали, там стоит престол. На этом престоле восседает всемогущий Бог. Это следующее, то, что Бог показывает, что бы ни происходило. Знаете, Бог восседает на Своем престоле. Он определяет, чему быть и чему не быть. Он пишет эту историю. Он заботится о всем, что будет происходить, чтобы мы это твердо знали. И так, следующее, что Он начинает открывать после того, когда утверждает Свою власть, начинаются суды Божьи. Мы видим Иисуса Христа, который берет книгу, которая до сели была запечатана семью печатями. Он берет эту книгу, никто не мог прикоснуться к ней. Он единственный, который пролил свою кровь за наши грехи. Он единственный, который имеет власть абсолютную на небе и на земле и в преисподней. Он берет эту книгу и начинает открывать печать за печатью. И что же мы видим? Я обращаю ваше внимание на первые четыре печати, которые Иисус Христос снял. И вот выходит один за другим четыре всадника на четырех конях. Позвольте, я скажу вам своими словами, потому что время у нас не так много, и вы можете прочитать, открыв книгу Откровения, шестую главу с первого по восьмой стих, вы можете все это там увидеть. И вот выходит первый всадник. Всадник на белом коне. Этот всадник приходит, имея власть, он подчиняет, по всей видимости, абсолютно все себе и устанавливает как бы мир для всех. Он приходит на белом коне, потому что это образ того, что он очень справедливый, он правильный, ему всем получилось угодить, все признают его авторитет, видно, что он имеет власть, но он даже не пользуется особой этой властью, нет никакой войны, он просто устанавливает мир и все принимают его. Я думаю, что это будет длиться примерно три с половиной года. Это будет время, когда всем будет хорошо, но Писание показывает, что это время величайшего в истории человечества обольщения. Об этом времени Бог говорит так, что все от малого до великого, абсолютно все люди, живущие на этой земле, которые не принадлежат Иисусу Христу, которые не являются его собственностью, все попадут под это обольщение, все признают этого человека Богом, потому что то, что он будет творить, те чудеса, которыми он будет впечатлять всех людей, живущих на земле. Никто не мог бы сотворить, и люди будут смотреть, впечатляться, и просто признавать его своим господином, но потом выходит следующий конь, и на этом коне следующий всадник. Этот конь такого, знаете, рыжего, красно-огненного цвета, что означает войну, потому что через три с половиной года пророк Даниил говорит, что этот антихрист обозначит себя, через три с половиной года он провозгласит себя Богом, но кто-то уже поклонился, кто-то уже его признал, но не все, ему нужны все, поэтому он начинает притеснять, он ставит какую-то мерзость запустения, по всей видимости это будет какой-то образ, которому он будет заставлять, чтобы все живущие на земле поклонялись, там появится лжепророк, и вся эта троица, он копирует, типа, Бог же пришел тут, отец, сын и дух святой, вот он копирует троицу, и он заставляет всех, чтобы все поклонились ему, евреи начнут прозревать, евреи начнут понимать, они приняли свою жизнь, они позволили, чтобы он пришел, кто антихрист, начнутся неурядицы, начнутся войны, что о чем говорит свет этого коня, начнут, люди начнут убивать друг друга, люди перестанут доверять друг другу вообще, если сегодня мы говорим, что маски одели, уже не хотят здороваться, не хотят обниматься, какой там здороваться и обниматься, они будут, они увидят предательство намного больше, чем какое было когда-то в истории человечества, вам цветочками покажется то время, когда, значит, дефолт был, допустим, или еще какая-то проблема, инфлякция вдруг какая-то случилась, все поймут, нельзя никому доверять, люди перестанут верить, перестанут доверять, люди будут убивать друг друга, кровь, просто будет кровь и кровь и кровь, и неудивительно, что третий конь, который выходит, он черного цвета, и на нем всадник, всадник, который имеет меру, и эта мера говорит, что будет огромная нищета, ничего удивительного, уже не до бизнеса, уже не до развития, уже не до промышленности, не до экономики, уже надо себя защитить, ненависть проявляется, свой кусок урвать. Будет бедность, будет хаос. Об этом говорит черный цвет коня. И вот четвертый конь бледно зеленого цвета, светло разлагающегося трупа. И написано, что имя всаднику на этом коне смерть. Более того, написано, что ад, эти бесы, представители вот этих демонических сил, они следуют по пятам за этим всадником, за этим конем, чтобы забрать в ад души тех, которые отвергли Иисуса Христа свое время и не поклонились Ему. Вот такие события будут происходить. И это начало последних трех с половиной лет. Конечно, впечатляет и вдохновляет то, что это будет длиться всего три с половиной года. Евреи будут в это время прозревать. Но когда это время будет, я понимаю, будет особенное гонение на евреев, поэтому Бог говорит им, чтобы они просто убежали в пустыню, чтобы они спрятались, и Он позаботится о них там. А что же до церкви? Я думаю, что это будет потрясающее время церкви. Я думаю, что каждый из нас, рожденный свыше, наполненный святым духом, он будет особенной единицей в руках Божьих. Потому что Бог будет производить суды на этой земле, Он будет использовать нас. Только вдумайтесь, два человека стоят три с половиной года и пророчествуют. И написано, никто ничего с ними сделать не может. Пытаются их убить, пытаются закрыть им рот, потому что они правду говорят. Они говорят все, что сейчас происходит. Они говорят, что это антихрист. А им хотят рот закрыть, потому что он такой хороший. Так не хочется, чтобы он был антихристом. Ведь он так много дает, ведь он исцеляет, ведь он чудеса делает, он денег мне столько дал. Так все хорошо, мир, безопасность, закройте рот, вы все мешаете, вы и все портите. Я думаю, подобным образом будут относиться к христианам. Это правда. Иисус предупреждает об этом. Он говорит, будете ненавидимы всеми народами. Будете ненавидимы просто. Вас будут хватать, бросать в темницы. Значит, среди вас даже будут люди, которые будут предавать друг друга. Это правда. Это будет непростое время. Но при всем при этом Бог будет невероятным образом проявляться. Как через вот эти, через этих двух людей, которые говорят правду, их все ненавидят, но никто с ними ничего сделать не может. Они продолжают пророчествовать год за годом. Три с половиной года продолжают говорить правду. Огонь из них даже исходит, чтобы поразить противников. Это уже не такое Евангелие, знаете, благоприятное. Ну, пожалуйста, поверь. Ну, пожалуйста. Ну, знаешь, Бог такой хороший. Он тебе так много даст. Все, что мог бы дать человеку кто-то, вот он, Антихрист. А здесь какое-то другое Евангелие. Здесь просто правда звучит. И от тебя зависит, примешь ты эту правду или отвергнешь эту правду. Если ты отвергнешь, если ты попробуешь закрыть рот этим двум представителям Божьим, написано, огонь выходит из них и поражает противников. О, какое-то новое Евангелие. Оно не новое, но оно будет проявляться по-новому. Оно не новое, но время будет сильно особенное. Время судов Божьих. И каждый из нас, кто подготовит себя к этому времени, он будет в руке Божьих, Божьей, как представитель Бога на этой земле. Итак, я хочу сказать вам о двух опасностях, которые ожидают. Каждого человека, кто оказался в это время, я уверен, что не случайно, потому что Бог знает, кому в какое время родиться, и Он надеется, я думаю, и верит в каждого из нас. Итак, первая опасность, о которой говорил сам Иисус. Она называется обольщение, о чем я уже говорил. Огромное, особенное обольщение. Не просто какой-то соблазн в грех, особенное обольщение, когда будет предложено тебе выбор, или поклонишься Богу, или придется поклониться Антихристу. Однажды ученики подошли к Иисусу Христу и стали спрашивать у Него. Они все вопросы собрали в кучу. Они стали спрашивать о том Иерусалимском храме, который тогда еще был. И они стали спрашивать, а чем уже вообще все закончится, и какой признак твоего пришествия. И Иисус начал им отвечать. И отвечая на их вопросы, знаете, что первое Он сказал? Евангелие от Матфея, 24 глава, 4 стих. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Это первая фраза, которую Он сказал, отвечая на этот вопрос. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. Дорогие, то, что мы сегодня слышим, я думаю, возможно, мы будем это переживать. И если сегодня мы ведемся на какие-то искушения, то вряд ли кто-то сможет справиться перед тем соблазном, который мы увидим кругом, кругом. Телевидение будет это рекламировать. Будут величайшие чудеса происходить, которые мы будем видеть, как они транслируются везде. У людей, возможно, будут вырастать руки, ноги. При помощи разных технологий можно будет лечь и спать, и проснуться, ты уже знаешь английский язык. Все люди будут говорить вообще единство, безопасность, все так здорово, как круто все получается. Это фантастические возможности, которые будут открываться уже сейчас. Мы видим, при помощи современных технологий все больше и больше удивляемся. Да ладно, как это можно быть? Мобильный телефон, о котором мы считали как будто в фантастическом фильме еще в 70-х годах, а в 80-х даже. А сегодня уже мобильный телефон. Какой мобильный телефон? Вы о чем? Сегодня уже образы какие-то ходят, как настоящие, запахами, и не отличишь, пока не дотронешься, и рука не провалится, и ты не поймешь, что это голограмма какая-то. Все больше и больше мы будем удивляться. Это время великого обольщения. Это написано тайно беззаконие. Она будет все больше также открываться. И блажен тот, кто подготовится к этому времени. Следующая опасность. Иисус предупреждает в этой же главе, в 24-й, в 9-м стихе. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие. И друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Вот следующая опасность, которую я видел, вижу. Опасностей, конечно, намного больше будет в это время, но эти две, я думаю, опасности, это то, что мы можем избежать. Это то, что от нас зависит. Попадемся мы в ловушку этого соблазна или не попадемся? От нас зависит. Охладеет в наших сердцах любовь от того, что мы будем видеть происходит вокруг. Или мы сохраним ее как самую главную ценность, о которой говорил Господь, который есть любовь, о которой говорил апостол Павел, что абсолютно все я могу приобрести. Но если любви нет, то ты пустышка, как барабан звенящий, в котором абсолютно нет ничего, только звук какой-то издает. От нас зависит, сохраним мы это или не сохраним. Дорогие, и вот три ценности, которые я вижу, нам просто необходимы, нам живущим в это время, чтобы не попасть в ловушку дьявола и чтобы быть готовыми к этому времени, приготовленными. Итак, первое. Иисус говорит, бодрствуйте. Я не знаю, как вы представляете себе это слово бодрствуйте, но я хочу вам сказать, что речь идет о том образе жизни, в котором находился пророк Даниил. Он размышлял. Он не просто, значит, видел, как все плохо и опускал руки и плакал. Он размышлял о том, что происходит, причем размышлял с Богом и со Святым Писанием. Он ковырялся в Библии. Он смотрел, как это должно все происходить. Я думаю, об этом идет речь, когда Иисус говорит, смотрите, чтобы этот день не застал вас врасплох. Бодрствуйте. Это значит, смотрите, что происходит. Вникайте в Библию, вникайте в эту книгу, которую я даже назвал для вас «Откровение». Я открыл ее для вас, я распечатал ее для вас. Она будет для вас понятна, она будет для вас путеводителем в жизни в это особенное время. Поэтому первое, что от нас требуется, я думаю, это не спать, это не идти на поводу болей, страхов, а размышлять, смотреть правде в глаза, общаться друг с другом. Как ты думаешь, где мы тут, как, что происходит, что делать можем? Размышляйте, думайте, вникайте во все, что происходит. И Иисус говорит в Евангелии от Марка в 13 главе написано, в 32 стихе. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец». Смотрите, и это именно это слово. Откройте глаза, проснитесь, смотрите, ну посмотрите, посмотрите, как все происходит сейчас, посмотрите. Вы знаете, что Роспотребнадзор, он, они уже определили, что уже закон вышел, что масочный режим, вот этот режим повышенной готовности, он продлен до 1 января, внимание, 2022 года. Я не ошибся. Посмотрите законы, вы увидите, да, 1 января 2022 года, что с обществом с нашим будет, которые будут еще год, как минимум, ходить в масках, бояться друг друга, опасаться, дистанция, все прочее. Что с нами будет? Посмотрите, Иисус говорит, смотрите, увидьте все это. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. И это время, это не один день, который раз должен застать нас врасплох, как мы, может быть, думали, как, конечно, никто не знает этого дня, часа, когда придет Иисус в одно мгновение, раз и придет. Время это надо увидеть. Период этот надо понять, когда это будет происходить. Подобно как, кто бы, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам власть и каждому свое дело. Дал власть и каждому свое дело. Я верю, что это то, что принадлежит нам. И приказал привратнику бодрствовать. И так бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что говорю вам? Говорю всем. Бодрствуйте, не проспите, вникайте, изучайте Слово Божье, смотрите, размышляйте, общайтесь, говорите об этом. Вторая ценность – молиться. Посмотрите, Откровение 5 глава, 8 стих. И здесь Иоанн видит, что когда Иисус Христос взял эту особенную книгу, чтобы снять печати, то тогда 4 животных и 24 старца, которые находились перед престолом Божьим, пали перед Агнцем, и у них в руках что-то было. У них были гусли, как образ поклонения Богу, и у них были особенные чаши, написанные наполненные молитвами святых, драгоценные. Только вдумайтесь, какую ценность имеют наши молитвы. Они имеют место не только на этой земле, они имеют место прямо на небе, в специально приготовленных чашах. У каждого из этих старцев была чаша, и в этой чаше было самое драгоценное, по всей видимости, с чем они могли стоять. Это с личным поклонением Богу, и это с молитвами святых. Ни одна молитва твоя не проходит мимо Бога. Конечно, Бог определяет, когда начнут действовать эти молитвы, Бог определяет все времена и сроки. Это не наше дело даже знать, но знайте, что для наших молитв место есть не только на этой земле, но там на небесах. И там на небесах они имеют невероятную ценность, невероятным сокровищем они являются. Поэтому, дорогие, это время, чтобы молиться, чтобы приготовиться. Это время молиться. Сегодня молитвенно, сегодняшняя молитва, сегодняшнее прославление, оно будет отличаться от того прославления и молитвы, которые были до этого. Другое время, другой сезон. Бог будет наполнять нас Духом Святым невероятно по-новому. Вы будете чувствовать власть в своих молитвах, будете чувствовать власть в своем прославлении и поклонении Богу, потому что Бог начинает совершать это. Он начинает готовить нас, Он начинает пропитывать нас своей властью, чтобы что не происходило вокруг, чтобы мы знали, Он с нами, Он за нас. Ни один волос нашей головы не пропадет случайно. Он за нас. Не смотри, что происходит вокруг, не ужасайся, не переживай об этом. Пусть небо и земля пройдут, а Бог будет держать тебя крепко в своей руке. Молитесь, чтобы пропитаться этим, чтобы не в голове это знать, чтобы не в голове просто это понимать. На воскресенье это услышал, все, до вечера я храню, до вечера я бодрствую, до вечера я воюю, а в понедельник кто-то на ногу наступил, и все, и сдулся, и любовь куда-то ушла. Молитесь, чтобы лично пропитаться этим. И это последняя ценность, которую я хочу сказать. Это личные отношения с Богом. Нет возможности сейчас прочитать книгу Иезекииля, в которой написаны потрясающие слова. Этот пророк тоже пророчествует об этом последнем времени. И там одна яркая мысль звучит. Ты не можешь спастись за счет кого-то. Ты можешь спастись в это время. И каждый человек сможет спастись только в это время, только если у него есть его личные отношения со Христом. Никто тебе в это время не заменит Бога, никто за тебя не сможет помолиться так, чтобы все у тебя получилось. Это личное отношение перед Богом, которое включает в себя праведность. Самое первое – праведность. Твоя личная праведность. Не потому, что ты пришел на какое-то собрание и исполнился Духом Святым за то, что от того, что все вокруг подготовились, и ты оказался в этом присутствии Божьем. Нет. Твоя личная праведность, она должна выражать твои личные отношения с Богом в это последнее время. Без твоей личной праведности ты не поймешь Бога. Ты не поймешь все, что происходит. Ты не сможешь противостоять этим искушениям. И второе в этих личных отношениях с Богом, что важно – твое личное свидетельство. То, как ты можешь сказать о своем Боге. Кто Он для тебя? Что Он делает в твоей жизни? Лично в твоей жизни, в твоей судьбе. Если нет личного свидетельства, если ты не имеешь свою личную праведность, которую получаешь только через кровь Иисуса Христа, тогда ты не сможешь, я вынужден сказать, не сможешь справиться с этими искушениями. Драгоценные, сегодняшнее слово о том, чтобы нам подготовиться, чтобы нам вооружиться, чтобы нам не проспать то время, в котором мы оказываемся уже прямо сейчас, чтобы нам быть теми, кем Бог предназначил нам быть. Светильник, Он говорит, как святилище на тверде, то есть как звезды, которые в светлое небо всем видно, так же вы будете на этой земле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова